Братья и сестры, здравствуйте! 15 лет отпраздновала гимназия Василия Великого, к которой моя жизнь причастна значительным образом. Это одно из православных учебных заведений полного цикла обучения от детского садика до 11 класса выпускников под всеми прессами неизбежными Министерством образования по части программ и прочего-прочего, но при этом с православной наполненностью и патриотичной наполненностью для того, чтобы выпускники становились в ней русскими, желали трудиться для своего отечества, были православными, ибо православные и русские – это неразрывные понятия, их трудно разорвать. Теряя православие, трудно оставаться в поле русскости или не обретая православие, трудно в нем оставаться. И вот мне бы хотелось в связи с этим сказать несколько слов вообще об образовании, поскольку от этого зависит все. И безопасное функционирование завтра ядерных электростанций, и безопасный полет по небу гражданских самолетов, и медицинская сфера, и сфера, публичное пространство, наполненное диалогом гражданского общества. Это все зависит от того, кто чему людей учит и чему учатся люди. Не секрет ведь, да, что дети не хотят учиться, что при всем изобилии, пестроте учебных пособий, при всей вариативности различных предложенных вариантов образования падает сама способность учиться. То есть не вмещает уже человек, рассеянный, разорванный этими пестрыми картинками окружающей жизни, мучимый грехами, при вырванной почве из-под ног, висящий в воздухе, в виртуальном пространстве, проживающий большую часть своей жизни, человек потерял всякий вкус к учебе и всякую способность учиться. Поэтому возвращаться нужно к каким-то базовым элементарным вещам. Например, к письму рукой. Всем известно, педагогам и детским врачам, педиатрам, всем известно, что тонкая моторика рук – это развитие и языка, и мозгов, и всего, чего хочешь. И нужно учиться писать, допустим, каллиграфию ввести в школу, как факультатив, например, или как необязательный предмет, если хотите. Это был бы скачок, потому что сейчас люди пишут так ужасно, как будто они не окончили даже пяти классов средней школы. Взрослые и маленькие все подряд. Не то, что с ошибками, просто так коряво пишут, как курица лапой. Люди плохо знают свою историю. Еще когда-то давно мне запало в память, такой Мединский говорил, что он со студентами в аудитории спрашивал, знаете трех мушкетеров? Знаем. А какой был король? Людовик XIV. А какой был там кардинал, например, министр, Ришелье, Дюплеси? А что там было? Кто такие гугеноты? Знают более-менее. Говорят, так, проводим линейку. А что в этом время было в России? Кто царствовал? Какие бунты? Какие войны? Какие политические преобразования? Кто был патриархом? Если вообще было в этом время патриаршество? Или когда оно было? Тут полное молчание. Люди не знают своей истории. Когда-то Пушкин говорил, что Карамзинская история государства российского взорвало читающее общество, и он открыл Россию как Колумб. Невский опустелся, сидели за книжкой. Вот нечто подобное нужно и нам сегодня, чтобы опустел Невский, в каком-то хорошем смысле слова, и чтобы люди сели за книжки, чтобы открыли для себя историю Отечества, до сих пор неизвестную, как до Колумбова Америка. То есть нужно патриотичное воспитание, нужно полюбить и знать. И знать, чтобы любить. Это тоже спаянные, взаимосвязанные понятия. Не знаешь, что и не любишь. А узнаешь и полюбишь. Или полюбишь и захочешь узнать. Обязательно должен быть православный компонент воспитания человека. Необходимо, чтобы каждый русский ребенок с 5-7 летнего возраста, а может быть чуть позже, с 5 класса, знал близко к тексту и в основных датах, и событиях жития Серафима Саровского, жития преподобного Сергия Радонежского. Это гораздо важнее, чем очень многое из того, что мы выучили, забыли, выучили, забыли. Много копий слова на Абьеге, которые воспитывают человека кроссворным способом. Угадал, не угадал. Запомнил, сдал, забыл. Важно, чтобы человек понимал, а не запоминал. На запоминание работать нужно тоже, потому что память, это мнемозина царствует в хоре муз. Однако, понимание важнее запоминания. Все остальное мы найдем в справочники. Но нужно знать, где искать, и нужно уметь пользоваться тем, что ты узнал с точки зрения голого фактажа. Необходима красивая, правильно поставленная русская речь. Потому что речь и мышление – это одно и то же. Иначе мы просто унемся в мир технологически вооруженных динозавров. В мир обезьян, сидящих за пультом ядерной электростанции. Или, что не менее страшно, например, за пультом управления полетами. Сама технологичность мира предполагает математичность его и строгую логичность мыслящего человека. А история требует от нас возвращения к корням. А будущее требует от нас веры, мужества и трудолюбия. И все это закладывается именно в школе. Трудовое воспитание, спортивное воспитание, патриотическое воспитание – эти все вещи рано или поздно поднимаются перед глазами как задачи всех мудрых политиков, всех тех, кто в ответе за сегодняшний и завтрашний день. И вот этим занимается гимназия Василия Великого, одна из многих православных гимназий, уже возникших в нашей стране, и, надеюсь, со временем только лишь имеющих увеличиться в числе. Дай Бог, чтобы мы школьное время провели так, чтобы нам не было, скажу цитаты, мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Образование сегодня – это твердое завтра без страха послезавтра. До свидания.